Вот это нервное состояние, которое сейчас присутствует, это временное явление. Дело в том, что никуда ваш доллар не поскачет, президент у нас будет нормальный и премьер тот же. Ну, только поменялись местами, это нормально. То есть жить мы будем. Жить мы будем как? Вряд ли мы будем жить, как в счастливый 2006-2007 год. Ну, тратя деньги на все подряд и покупая ненужные вещи. Мы будем жить разумно, тратя деньги. Вот я сейчас в интернете много времени провожу, и так часто получается, что те сюжеты, которые еще в эфире не прошли, они в Ютьюбе есть, поэтому найти там все это очень просто. Мало того, я лажу по англоязычным сайтам, мне повезло, 33-ю школу я закончил и посмотрел, как сейчас живут люди. В Америке, естественно, сам такой счастливый. Так вот, там все-таки люди работают руками. Для того, чтобы вам реально жить счастливо, не экономя на питание, не экономя на здоровье, надо что научиться? Ну, надо научиться делать, к примеру, яичницу с утра. Очень полезно. Себестоимость этого продукта 30 рублей. Можно же картошечки пожарить, тоже делать 5-минутные. Ну, в общем, то, чем мы раньше занимались, мы не ходили пельмени, не искали. Ну, раз в год мы садили картошку. Да, это было сложно, но теперь можно. И вот сегодня, здесь, сейчас, на стройдворе мы представляем вам лучшую технику от сети 220 вольт. Вот этот культиватор, он очень хорошо вам помогает. Дело в том, что это, ну, такой лидер в ряду культиваторов. У него широкий, почти метровый захват. То есть, он может в одиночку сделать ту работу, в которую вы бы раньше потратили в два раза больше времени. При этом, цена этого культиватора, ну, вы можете везде пройтись, много сейчас, кто продает, значительно более интересная. На 3-4, может быть, даже 5, может быть, и 10 тысяч дешевле. И, вернувшись к нашему любимому интернету, я скажу, что все-таки проживание в городе вещь достаточно дорогая. В городе вам достаточно однокомнатной квартиры, а жить в пригороде. И пригород, это очень много места вокруг города Магнитогорска. При этом, в любом месте вы можете построить, благодаря тому, что здесь есть обширный электробензоинструмент, свой дом. Как это сделать, я вас потом научу. В общем, обязательно ли дом должен быть привязан к газу, привязан к электричеству и привязан к воде? Нет, абсолютно нет. Вода есть у нас везде. Электричество, во! У меня, кстати, есть такой генератор. Я уже, правда, в другой фирме его взял и вышел в поле, поставил 2 кВт звука. Красота просто. Вот эти генераторы вы можете взять как самые дешевые и маленькие. Ну, он, в принципе, справится. Там 2 кВт, вот. Ну, для того, чтобы вы вечером пришли, посмотрели телевизор или DVD-шник, этого достаточно. Но если есть вещи и посерьезнее. Вот так вот. То есть подумайте, как вы проводите свое время. То есть утром встаете, быстренько моетесь. Ну, с утра можно выйти, там, генератор завести. Или там есть аккумуляторные установки. Вот. Уехали в город. Ваш дом спокойно топится дровами, которые вы здесь же, купив бензопилу, сами накололи, напилили столько, сколько надо. Все, вечером приехали, завели генератор и посмотрели телевизор. Дом теплый, вода своя. Вы ни за что не платите. И это становится очень актуальным, учитывая постоянный рост тарифов и цен на все. Ну, а когда все свое, то можно и ни в чем себе не отказывать. Естественно, придется приложить усилия. Но не такие, как ранее, потому как на дворе 21 век. И инструменты, и приспособлений море. А работать научиться несложно. Как в армии говорят, не умеешь научим, не хочешь заставим. И даже самого ленивого, жизнь заставить, не так раскорячиться. Но с таким инструментом в действительности можно делать... Да практически все, если есть руки и навыки работы. Ну и голова, естественно. Ну да, да, я про это и говорю. То есть, есть ли сейчас смысл, допустим, во время, когда все дорого, действительно, рабочая сила дорого стоит. Вот, допустим, сконструировать собственный дом своими руками. Ну, для этого нужно большой опыт иметь и знания. Ну, помимо того, что я говорил, что и навыки, конечно, нужны. Но оно все собирается вместе. В процессе, так сказать, старения человека. Когда он учится, когда он строит и когда он чувствует себя способным сделать то, о чем мы сейчас говорили. Откуда это обилие инструмента? Да, все очень просто. Тут у нас буквально под боком есть страны, развивающие свое производство. Но нет у них в изобилии леса и нефти. Зато мозги и навыки изобретать и усовершенствовать есть. Поэтому вся Восточная Европа делает и дрели, и перфораторы, и я не буду убивать эфир. Но тоже делает и Турция, а вот что делает Китай. Кстати, в сети 220 вольт не вскрывают производителя. И это похвально. Вы здесь вот увидели как, честные цены? Ну, наверное, да. То есть, вот где надо, там все написано. Где, что сделано? Да, да. То есть, нет такого, что кто-то где-то крутит там еще и сказки рассказывает людям? Да, конечно. Кстати, с хорошим инструментом деньги зарабатываются легко. Ну, давайте простые примеры. Если у вас есть руки, хорошо развитая мускулатура и голова, то любая пила, в принципе, и электрическая, это реальные деньги. Потому что, ну вот смотрите, 10 кубов распилить абсолютно реально за, ну, за 3-4 часа. Потому что 10 кубов я колол, ну, в течение дня-двух. Это поэтому такой крепкий и толстый. Потому что был в свое время такой мускулистый. Теперь немножко расслабился. Вот. То есть, понятно, да? Тысяча рублей в день. 30 тысяч. Только благодаря тому, что у вас есть хорошая пила. Это легко и просто. Но... Вот эта штучка. Мотобор Хитачи. Дело в том, что большинство грунтовых вод, ну, при нормальном расположении дома, располагается на уровне до 8 метров. А вы знаете, сколько стоит выкопать ямку? Ну, обыкновенную ямку. Вот такую. Потом сюда пластиковая труба оставляется. И погружной насос. Так вот там погонные метры таких денег стоят, не маленьких. Вот. Элементарная штука. И деньги-то у вас в кармане. Это не надо говорить мне о том, что работы сейчас в России нет. Тема заработка своими руками актуальна. Мы как-то раньше ведь повально не торговали. Все мы вся. Все работали в большинстве своем и жили-то достойно. Ну, а работы на нашей маленькой такой территории хватит всем взять хотя бы уборку снега. Конечно, для меня было бы интересно все вам показать, как это сделано. Но мы успеем. Ничего страшного. Показываем вам мультикультиватор. И самое главное, наше большое достижение. Да, Россия самая разумедяйская страна, но она и самая большая. Самая холодная. Зато веселая. Вот. И так же зимой весело можно деньги заработать. Я вам скажу, сколько зарабатывает за 2-3 часа боковичокс такой. Мужичокс. Ну, с дрэпа, допустим. Вот он уехал и примерно 100 квадратных метров почистил за 5000 рублей. Я, честно говоря, вот так репу чесал, думал, что-то, может, я неправильно в этой жизни понимаю. 100 квадратных метров, 5000 рублей в день, 150 тысяч. Да, нормально? Вот. Можно спокойненько заработать, используя вот этот техасовский комбайн для переработки снега. То есть, представляете, да, купили его за 27 тысяч рублей, ждете первого снежка и визиточки каждому магазинчику. Ну, не 5000 рублей, ну, по 2000, по 1000, да, пришли. Значит, особенности этого комбайна в чем заключаются? В том, что он просто не хочет ломаться. Дело в том, что сеть 220 вольт имеет, ну, свои сервисные центры. И они постоянно тестируют. Вот сказали, как надо, и производитель доработает, доработает с умом. Что касается этого приспособления, то, естественно, когда вы чистите снег, там, возможно, будет камушек или еще что-то. Так вот, и бутылка вылетает легко. То есть, через снег, вот сюда, видите, это пружинки, и полетело на 10 метров. То есть, то квадраты почистить не проблема. Если же внезапно попался валун, то запасные шпильки, они просто вам помогут сохранить драгоценный редуктор. Ну, и я попрошу все-таки большое количество людей здесь на строй дворе ходят. Ну, немножко мешаем, поэтому уж извините за беспокойство. Вот. Сказка. Кусварна. Она стоит дороже. Но она того стоит. То есть, вот, посмотрите, ходить никуда не надо. Вправо откидываем, влево откидываем. Приспособу, 5 скоростей вперед. Ну, это для большей площади и для большего зарабатывания денег. Не в силах наших в рамках одной передачи рассказать детально про каждый конкретный образец. Это задача циклов передач. Их, кстати, можно делать десятки, а то и сотни. Потому, как сфер применения электро- либо бензоинструмента много. Сегодня, благодаря ему, можно решать практически все задачи. Естественно, то, что представлено в этом отделе сети 220 вольт на строй дворе, это не все. Но все это можно посмотреть и в интернете, и заказать. Я не против сетевиков. Дело в том, что сетевик сетевику розен. Есть люди, которые занимаются своим делом. И вот эту презентацию сети 220 вольт с фирменным отделом в городе Магнитогорске, расположенном на строй дворе Советская 160, мы специально немножко сделали чуть длиннее, чем стандартный 5 минут нашего эфира. Ну, потому что, ну, во-первых, я с детства фанатею по любому инструменту. А здесь его много. Мало того, здесь весь перечень. Ну, если честно, не совсем весь. Но если вы придете сюда, просто даже посмотрев, и чего-то не найдете, то можно залезть на сайт. Вот такой календарик возьмете. Дома не только меня будет смотреть на интернет, но и залезете, еще более полезными вещами займитесь. Увидите цены. Цены питерские. И вам привезут. И, в принципе, цена может быть очень даже приятной. Но есть такая штучка. Карточка. Накопительная. У меня есть дисконтные карточки. Я вот спрашиваю в сеть Чарка, вы мне когда нормальную скидку предоставите? Здесь же при покупке накопительных бонусов скидка будет и 5%. То есть, представляете, да? 60 тысяч выбрать достаточно просто и легко. Мало того, я скажу, что за 60 тысяч можно купить практически целый завод. Дома. Ну, по обработке металла или по работе с древесиной. И спокойно зарабатывать деньги. При этом очень хорошо экономим. И не надо думать, что инструмент – это исключительно мужская тема. Нет. Мы, кстати, традиции показать его инструмент в действии не нарушаем. И для наглядности тест, так сказать, блондинки. Так ли это сложно работать таковым? Продолжение следует...